Всем привет! Заметно, как с годами Android и iOS стараются перехватить друг у друга только лучшие фичи и интегрировать их в последующие версии. Вот и сейчас пользователям уже доступны обновления, но впечатления от них не такие уж и радужные. В этом видео мы сравним последние версии Android 8.0 и iOS 11 и попытаемся определить, какая из этих систем лучше. Сравнивать операционные системы мы будем на iPhone 7 Plus и Google Pixel, так как на последнем чистый Android без всяких оболочек вроде MIUI или Samsung Experience, да и на старых моделях iPhone'ов могут отсутствовать какие-то фичи. Новый Android Oreo выходит постепенно для разных моделей смартфонов. Вначале обновление прилетело только на некоторые модели Nexus и Pixel, а с конца августа уже на другие Android'ные смартфоны. Финальная версия 11 iOS досталась даже престарелому iPhone 5s, не говоря уже о смартфонах и iPad'ах поновее. И все это в один день. iOS 11 прямо с порога вываливает на пользователя всю необходимую информацию. В свайп вниз появляется список уведомлений, свайп вверх – часто используемая программа. У Android 8.0 все более сдержанный экран всего один, и он отличается от того, что было в предыдущих версиях. По свайпу от левого нижнего угла запускается голосовой помощник или ассистент от правого камера. Новинка в iOS – файлы. На самом деле это обычный агрегатор облачных сервисов, часть документов из которых можно сохранить для офлайн-доступа. Но, конечно же, это непривычно нам проводить. С Android Oreo можно скачать практически любой файловый менеджер и вообще не париться. Google создала одну из лучших экранных клавиатур в мире. Тут и встроенный пояс гифок, режим ввода одной рукой, обновленные эмодзи и вообще куча всего. Apple попыталась повторить этот номер, но не слишком успешно. Чтобы скачать стикер, придется зайти сначала в App Store. Google Assistant против Siri – это вообще битва титанов. В 11-й оси голос Siri стал человечнее, появилось машинное обучение, так что по точности результат функциональности она сравнилась и превзошла изначально основанный на нейросисях Google Assistant. Но Google Assistant для русскоязычных пользователей вообще не актуален. Пожалуй, главным нововведением iOS 11 стала переработанная шторка быстрых настроек. Можно добавлять иконки, менять их местами и вообще настраивать на свой вкус. Все это мы уже видели в Android и раньше. Тут уж кто какой порядок любит – аккуратный в Android или креативный в iOS. Сравнивать две принципиально разные системы очень сложно, мы не спорим. За прошедшие годы Android научился быть красивым, стабильным и плавным, а iOS стала более доброжелательной и гибкой, а также избавилась от приказного тона. Интересно, как много пользователей захотят перейти с одной системы на другую. Напишите нам в комментариях, что вы думаете об обновленных операционных системах Google и Apple. Делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!